Бывший бог вид мужчины поделен плохо скрываемый сиквел предыдущей игры бывший бог человек революция в оранжевых тонах и похождений бравого солдата швейка события разворачиваются в основном в праге где товарищ швейк устроившись работать в интерпол после неприятностей в конце предыдущей части пытается копать под злобных треугольников работая с хакерской группой названной в честь вестника апокалипсиса которую представляет латиноска самым широким носом в истории сюжет на самом деле сильная сторона игры ибо он как минимум логичнее предыдущей части и основывается на грамотном посыле что небольшой ивент неизбежный в конце приквела гарантирует жесточайший общественный резонанс в адрес киборгов причем резонанс вполне обоснованный особенно с учетом того что истинная сущность произошедшего так и не всплыла на поверхность с другой стороны игра обрывается на полусловие показываю игроку средний палец и рекомендуя ждать сиквела что не есть вежливо почти все мои претензии к приквелу учтены мест где нельзя стелсить не осталось режим пацифиста реально предполагает отсутствие фрагов и так далее сам геймплей при этом перекочевал из предыдущей игры вообще без перемен так что с одной части на другую можно перескочить почти не переучиваясь добавили только пачку новых имплантов подведя под них мутное сюжетное обоснование которое может быть всерьез стрельнет сиквеле и которые отличаются некоторой имбовостью в нагрузку досыпали ненужный доп режим в виртуальной реальности который не нужен потому как нужды в нем нет технически игра вышла странная с одной стороны вроде все красиво но с другой не вполне ясно зачем игре нужен столь мощный пылесос как она требует на моем она еле ворочалась не давая такой уж накшивательной картинки и что оно столько времени грузит что жаловались даже владельцы ssd ну и нельзя не упомянуть про отвратительнейшее внедрение микротранзакций которые суть платные читы и не только потенциально мешают заложенному дизайнерами неплохому ритму развития но и стимулирует брезгливое к проекту отношения в общем и целом весьма годный проект который страдает в основном от собственного издателя